Друзья, всех приветствую! Меня зовут Юлия Фишер, я дошкольный педагог-психолог. Я помогаю вам правильно воспитывать и развивать ваших деток, отвечая на ваши вопросы. Под каждым видео есть почта, куда вы пишете свои вопросы о воспитании и развитии ваших детей. Я читаю, отвечаю и выкладываю все это в ютубе. А правильно развиваться помогут вам наши тетради и приложения. Ссылки тоже есть под видео. Сегодня читаю письмо от 2 сентября, пишет Светлана. Вопрос для Юлии Фишера. Мама ушла на несколько дней, называется письмо. Здравствуйте, Юлия, пишет вам Светлана. Здравствуйте, Светлана. Пару дней назад управляла вам письмо, но поняла, что меня волнует еще один вопрос. Сейчас для меня это не очень актуально. Но как действовать в подобных ситуациях, я не знаю. Моему сыну 2,10, но на тот момент ему было год 4. Мне пришлось ложиться в больницу на плановую операцию. Ребенок оставался с папой. Я пыталась подготовить его, что какое-то время меня не будет рядом. Мама говорила, что мне нужно пойти к врачу, и он будет с папой, с бабушкой, с дедушкой. Муж с рождения был близок к сыну и носил его на руках, и укачивал, успокаивал, рассказывал ему историю. Мог покормить, поменять поглузник, поиграть, покупать. Поэтому оставляла ребенка на муж с спокойной душой. Прекрасно. Единственное, по просьбе мужа написал на бумаге все то, что могло вызвать вопросы в плане ухода за ребенком. Сын у нас аллергик с топическим дерматитом, а значит мог расчесывать себя до крови. У него часто по ночам болел живот и был низкий вес. К тому моменту сын уже 5 месяцев, как оказался, отказался от груди. Было только одно кормление и лечебная смесь ночью. 3 месяца, как не сосал соску. Я легла в больницу. Созванивались каждый день. Я расспрашивала, как дела, но ребенка к телефону не звали, и громкую связь не включали, чтобы не плакал, не нервничал и не звал меня. Позже я узнала, что и в разговорах между взрослыми меня не упоминали, чтобы сынок не расстраивался, что меня нет рядом. Так, вот и 4, да, маленький совсем. Сейчас, я думаю, это была ошибка. Первые дни сын постоянно бегал к двери. Если спрашивал, что кто-то пришел или ушел, двери хлопали часто у нас, так как у нас частный дом, и все время кто-то выходит во двор. Потом перестал. Я вернулась через 10 дней. Он в это время спал в коляске на улице. Я взяла себе перекусить и сел недалеко от сына. Пока ела, рассматривала его, соскучилась. Ждала, пока проснется, я обниму его. Начал просыпаться. Еще сон, увидел меня, улыбнулся, сказал маму. Потом проснулся окончательно, заменился в лице, и у него началась истерика. Я пыталась взять его на руки, но тем самым ухудшилась ситуация. Он начал плакать еще сильнее. Вырывался и отбивался от меня. На плач прибежал муж. Я попросила его взять ребенка, а сама отошла в сторону. Занесли сына в дом. На руках у папы понемногу успокоился, но как-то так глянет на меня, и снова в крик. Подошло время его кормить, и на тот момент он любил поесть. Из-за плохого усвоения витаминов не мог никак наесться. И это было для него радостное событие. Договорились с мужем, что я близко подходить не буду, но буду в поле зрения... Ну да, правильно, вы ему дали адаптироваться. Но буду в поле зрения ребенка. Я рассказывала что-то ласковое и подготавливала обед с тарелкой и ложкой в руках. Сынок подпустил меня близко, дал дотронуться до себя. К концу обеда подошел с опаской, и мы обнялись. Через час мы уже вместе играли и смеялись. После этого случая недели две не выпускал меня из вид. Все правильно. Вопросы. Как действовать ситуация, если мама на длительное время необходимо уйти от ребенка в таком маленьком возрасте? Как себя вести людям, которые остаются с ребенком и мамой? То есть вы сейчас задаете вопрос для людей, которые будут в вашей ситуации когда-то. Для других постарались. Как вести себя людям, которые остаются с ребенком и мамой? Как подготовить ребенка к этому? Что делать, если ребенок плачет при твоем появлении, а не радостно улыбается? Значит, первый вопрос. Как действовать в ситуации, если мама на длительное время необходимо уйти от ребенка в таком маленьком возрасте? Необходимо, значит уходим. Вы должны уйти со спокойной душой. Если вы будете уходить в тревоге, в эту тревогу спроецируйте ребенка, и он... Вы ушли в тревоге, и он здесь в тревоге останется. Себе нужно сказать, я иду не гулять, не бухать, не на дискотеке скакать. Я иду поправлять свое здоровье. Это очень важно, архиважно. И ничего страшного, что ребенок остается с любящим папой, с любящим дедушкой и с любящей бабушкой. Это все замечательно. Подготавливать. Вы можете подготовить, вот так вот в воздух стрясать, но поймите, что это очень маленький ребенок. Год и четыре это очень маленькое сознание. И он не помнит, что ему там через час нужно сделать, да, или что-то вечером, или завтра, а запомнит, что там на 10 дней мамку от уходит. Тем более такая информация, которую он еще ни разу на себе не пробовал. Если он уже был в ситуации, когда он на 10 дней оставался без мамы, то может тут еще напомнить, помнишь, я там куда-то там уезжала, я потом приехала, тебе привезла вот это вот это, мне нужно еще раз уехать. Ну, допустим, если это была ситуация такая уже с ребенком. Если такой ситуации не было, то вот эту теорию, которую вы ему рассказываете, ему сложно пока к себе применить, потому что нет опыта внутри, ни с чем сравнить. Вот. Ну, если вы считаете, что ваш ребенок разумный, и ему это нужна информация, и он, вы считаете, что он помнит все. Вот вы ему пообещали, допустим, что в субботу-воскресенье мы поедем туда-туда-то. Вот пришла суббота-воскресенье, и он, ага, мам, ты мне обещала, что мы поедем туда-туда-то. Если вот такой вот тут у вас ребенок помнющий, то ему, да, можно рассказать. И он логичный, он такой рассудительный. Ему же можно рассказать, что у меня будет вот это вот это, я иду в больницу, ну, коротко, по-детски. Я иду в больницу, врачи меня там полечат, ты остаешься с бабушкой, с дедушкой, с папой и так далее. Коротко, без всяких, а вот ты представляешь, ты будешь один, только не надо вот это вот нагнетать, вот этих своих эмоций туда проецировать. Просто огласили список действий и оставили в покое, и не отдаем ему свои переживания. Вот, а родителям... Так, и второй вопрос давайте сейчас. Как вести себя маме? Вот я сказала, да, спокойно, уходим и все. Как вести себя людям, которые остаются с ребенком дома? Как вели себя до ухода мамы, так и вели. Ничего вокруг ребенка, кроме исчезновения мамы, не должно измениться. Ни режим, ни питание, ни маршрут прогулок. Наоборот, нужно поддержать то поведение, которое было вот накануне. Вот какой был режим, какие были сказки, какие были песни. Вот все то же самое, чтобы для него это не было прям совсем шоком. Да, понятное дело, что он заметит, мамы нет, он будет расстраиваться. Ну, чтобы еще вместе с мамой не исчез любимый маршрут, не исчезла любимая прогулка, не исчезла там привычный режим. Все остальное должно остаться таким же. Вот. Вы, может быть, имеете в виду, разговаривать на эту тему или не разговаривать. Еще раз повторюсь, если вы знаете о своем ребенке, что он такой вот, он ни одного момента не упустит, ему нужно что-то сказать, ну, узнать, а где, что, а чего, почему, и вот он вспомнит, что в выходные нужно было в зоопарк идти. Да, вы такому ребенку объясните. Мать пошла лечиться, скоро придет, врач ее там заштопает, вылечит, и она вот там вот через три дня вернется. Вот давай там крестики ставить, если он в этом дело не соображает. Если ребенок не помнящий, скажем так, ну, вы ему сказали, что вечером там пойдем туда-то, а вечер наступил, а он не вспомнил, то можно как бы на эту тему и не говорить, пока не спросит сам, где моя мама. Если спросила, да, ответь. Так, как подготовить ребенка к этому? Ну, как я уже сказала, коротко сказать и все. Что делать, если ребенок плачет при твоем появлении и нерадостно улыбается? Вы все правильно сделали, дали ему адаптироваться. Здесь его захватили эмоции, мы сейчас не узнаем, какие это эмоции. Обиды ли, брошенного ли ребенка, или страх, что он там один остался, или эта радость вот так вот проявилась. Мы сейчас не поймем, какие это были эмоции. Главное, что это были эмоции, и всем эмоциям нужно время на адаптацию. Вы дали эту адаптацию, вы подошли, увидели, что ребенок у нас на какое-то время, минуту, две, час, три, отошли. Из его личного пространства вылезли, дали ему скомпенсироваться и потихонечку опять к нему пришли контактировать. Да, вы все правильно сделали. Ну, нормальная, обычная ситуация. Это у нас была Светлана, 2 сентября. Мама ушла на несколько дней, ответила. Не пережайте, все хорошо. Главное, ребенок остается своим любящим, родителями. И если вы думаете, что там остался какой-то шрам, рубец, у ребенка остался недоверие к миру, страх, боязнь, неуверенность. Нет, ничего этого не останется. Все нормально. Но он остался с родными людьми, и это не такой уж и длинный период. Все, ответила. Друзья, пишите, пишите, задавайте вопросы. Почта есть под каждым видео. Помните о нашем развивающем приложении, о наших тетрадях. Ссылка есть тоже под видео. Увидимся.